Это опять Серега. Свет за драйвер. Кропневская плотина. Недалеко от первой мере атомной электростанции. Рыбачков, смотри, вон там далеко на берегу нету. Хотя, в принципе, тут рыба неплохо клюет обычно. А это водосброс. Парол большой. Там вот это стоит заслон для воды. Еще один, который может опускаться вниз и перекрывать реку выше и поднимать уровень реки. Но он уже, наверное, давно не использовался. Похоже. Очень давно. Интересно, механизмы лебедки рабочие? Или уже тоже не работают? Ну, тоже, смотрю, водичка парит. Туманец, вон над рекой туман везде. И там, и там, и там. Такие вот пирожки. Было время, когда были большие дожди. Позапрошлым, что ли, году. Уж сильно воды много было. И она шла вот даже вот по тем трубам, которые там. Вот эти вот трубки стоят. Как будто метки. Видно, докуда она до этого уровня Швеллера доливала. Но то и выше. Долина вся была залита. И все. Вода спарила напрямую, даже не спадая. Даже порога не чувствовала. Поэтому, и тут был товарищ, каякочник, который, когда начался коронавирус, как раз это было. Он тут на каяке выдавал кренделя. Вот видите метки? Метки уровня реки. Специальная линейка. Приспособлен для того, чтобы показывать, сколько вода поднялась в реке от всевозможных природных явлений. Так что, спасибо за внимание. Всего доброго. Серега. Светися, дорогой.